Всех приветствую, мои дорогие! Хочу вам показать свои покупки из магазинов «Подружка». Покупки были сделаны в разные дни в разных магазинах. И начать я хочу с крем-мыла для тела. Изначально такое стоило 345 рублей. Мне, как вы видите, за 100 досталось. И их было много, но только в одном из магазинов я их видела, где я была. Вот такая здесь информация. Я никогда подобное не пробовала и решила, почему бы за такую стоимость не узнать для себя новый бренд и новое средство. Это у нас сливочное крем-мыло для тела. Вот такая информация. Такая тяжеленькая баночка. Здесь у нас объем 300 мл. Такая информация. Вот такой объем. Давайте покажу. Упаковка была нерванная. Это у меня, когда я открывала, порвалась немножечко. Вот так выглядит. Не зафольгировано. Вот так выглядит само мыло. Аромат приятный. Такой, как мне кажется, ненавязчивый, не сильно выраженный. Я решила, возьму, попробую. В этом магазине я где-то после 12 была. Возможно, там больше было подобных баночек. Ну, даже когда я приехала, их было много. И второй вариант я взяла. Это у нас идет вулканическое серное мыло для тела. Антибактериальное. Такая информация. Стоимость вы видите. Как вы видите, сроки годности отличные. И тоже эта упаковка была нерванная. Это я так спешила и аккуратно открыла. И потому что мне, в принципе, коробочки сами не нужны. Такая баночка. Красиво оформлена. И тоже здесь не зафольгировано средство. Тоже такой неярко выраженный аромат. Ну, такой, знаете, немножко, скажем так, на любитель. Нет, он не приятный. Но мне кажется, вот у первого как бы нежнее аромат. Такая информация сзади. Вы видите, изготовлено в феврале этого года. То есть это не какой-то застоявшийся долгий товар. И я рада, что я смогу попробовать такие средства и познакомиться с этой маркой. Следующее, что я вам покажу, это... Давайте, чтобы не коверкать, скажу. Кардхолдеры. Вот такая информация. Вы видите изначальную стоимость. Я взяла за 50 рублей. Взяла в двух вариантах. Ну, я потом видела еще с другой расцветкой. Ну, просто уже не стала брать. Я уже что-то достала, потому что не первый раз снимаю видео. И вы знаете, я подумала, что если я, например, иду в какой-то конкретный магазин или еду, то сюда будет удобно, например, положить проездной, карту, которой я оплачиваю покупки, и, например, скидочную карту того магазина, куда я направляюсь. Не всегда удобно с собой таскать большую сумку или все карты, которых у меня много. А вот подобный кардхолдер можно даже в карман положить и идти с ним. Вот так выглядит. Видите, здесь несколько отделений. Ну, и мне понравилась расцветка. И я подумала, что, ну, мне точно пригодится подобное. Следующее, что я вам покажу, это кисти от DECO или DECO. Вы знаете, я бы, может, на них не обратила внимания. Я их, кстати, тоже достала из упаковки уже. Но в одном из магазинов они лежали именно в скидочной корзине. Это, может, знаете, такие стеклянные плошки, которые находятся, ну, вот где кисти висят, или там для маникюра какие-то принадлежности. Потому что потом я была в других магазинах, и там эти кисти висели на стенде за полную стоимость, просто потому что, видимо, у продавцов еще не дошли руки или, может, к ним не пришла информация, что этот товар уже по скидке пойдет. И они еще не поменяли цены и не убрали эти кисти в корзины. Но если бы вы их взяли со стенда, то на кассе они бы все равно пошли по 69 рублей, потому что, ну, я так понимаю, в базе уже на подобные продукты цена изменилась. Ну, мне вот повезло, что я сначала попала в магазин, где их успели в корзину убрать. Благодаря этому я знала, что как бы они уже идут по скидке. И первое это у нас кисть плоская для тона. Изначально она стоила, по-моему, 229 или как-то так рублей. Просто куда-то у меня уже упаковка от нее. А, сейчас, нет, улетела уже куда-то. Вы знаете, я не всегда кисти использую по назначению. Вот мне кажется, например, этой кистью даже маску на лицо будет удобно наносить. И, знаете, не всегда хочется брать кисть за полную стоимость, когда, ну, не уверена, будешь ли ты эту кисть точно использовать, подойдет ли она, понравится в применении. А вот за подобную стоимость взять, попробовать и понять, стоит ли в дальнейшем покупать подобные, может, по какой-то более дорогой стоимости. Мне кажется, самое оно. Вот так она выглядит. Мне обе 69, как я сказала, достались. И таких кистей было много. Вторая кисть, это идет скошенная кисть для тона. Изначально стоила 369 рублей. Я просто на упаковке увидела ценник. Мне кажется, что, возможно, ей даже как-то бронзер будет удобно наносить, или, может, кремовый бронзер растушевывать. Ну, в любом случае, я кисти пробую по-разному применять. Не именно так, как написано на упаковке. Поэтому взяла, попробую. Сзади вот вы видите информацию. Ну, и для тона можно, конечно, попробовать. Хотя мне тональный крем удобнее всего наносить именно почему-то пальцами. Вот такая информация. И я извиняюсь, если вы слышите какие-то посторонние звуки. У меня вся семья дома. Но я все-таки надеюсь, что у меня получится отснять это видео. Следующее, что я вам покажу, это эксклюзивный бальзам для тела омоложения и тонус. 24 часа шелковистая гладкость. И у нас это идет сос для сухой кожи. Здесь у нас гранат инжир от Эвелин. И вы видите, стоил 50 рублей. И, кстати, я его, знаете, когда приобрела в пятницу утром, то есть, казалось бы, когда уже все должно быть разобрано. Нет, он стоял в отсеке, вот куда со скидкой товар кладут. Объем 200 миллилитров. У нас дома очень жарко. Даже, можно сказать, воздух сухой. И вот с той поры, как включили отопление. Поэтому моя кожа нуждается в дополнительном питании и увлажнении. И, конечно, я буду с удовольствием пользоваться. Давайте еще раз покажу. Так, дальше покажу. Еще крем тоже от Эвелин. Как вы видите, информация... Давайте вот здесь покажу. Такая информация. 50 рублей. Вы знаете, я так поняла, сначала эти крема идут по жел... Ну, со скидкой 50% в какое-то время. Ну, к примеру, 2-3 недели стоят. А потом то, что по желтым ценникам не разбирают в тех магазинах, где вот остаются какие-то крема, то их, видимо, вот еще больше уценяют и выставляют. Вы видите, что 35+. Мне подойдет интенсивно увлажняющий крем против морщин дневной и ночной. Буду пробовать. Вы видите стоимость. Изначально, конечно, намного дороже все это стоит. Вообще, вы знаете, я посмотрела на сайте подружки и, видимо, и в предыдущие разы, ну, может, чуть-чуть другие и с другим возрастом крема уходили. Потому что там на сайте тоже есть другие крема, где стоимость 50 рублей окончательная и 80 рублей. И, мне кажется, даже сейчас какие-то вот из этой серии крема идут по желтым ценам и, возможно, потом тоже в итоге по такой цене уйдут в корзину. Потому что еще в этот раз, по-моему, на возраст 40+, должны были уйти в корзину вот за такую стоимость. Это если верить сайту. Но мне лично не попадались. Дальше давайте вам покажу. Взяла я от Tutti Frutti. Вот такую баночку. Это у нас масло для тела. Давайте покажу, чтобы не соврать. Вот такая информация. Вы знаете, я на них давно смотрю. Я взяла с грейпфруктом, а такой еще был с земляникой и с киви. Ну вот по желтым ценникам с грейпфруктом и с киви шел по 99 рублей, а с земляникой по 139. Ну вот сейчас посмотрела, начался, вот как начался ноябрь с земляникой. Цена опять на 199 поменялась. А с киви и с грейпфруктом все так же по 99 по желтому ценнику. Я допускаю мысль, что они, возможно, в один из четвергов уйдут в корзины и будут еще дешевле стоить. Но давно я смотрю, и вы знаете, по остаткам, вот я так по компьютеру посмотрела, как-то их везде мало осталось. И я подумала, что в тех магазинах, где я бываю, скорее всего, до корзин они по еще более выгодной цене не дойдут. И решила, что раз я уже пару недель думаю о этом средстве, что я возьму. Стоило 99 рублей. Вот такая здесь информация. Давайте посмотрим. Как вы видите, средство зафольгировано. И потом, когда буду пользоваться, расскажу уже или в пустых баночках. Ну вот бывает что-то понравится и вот прям хочется. У меня кожа, я вот заметила, стала как-то более сохнуть. Я сейчас крема еще больше использую. Поэтому мне просто будет нужно подобное средство. Дальше покажу, чего было очень много, ну по крайней мере там, где я была. Это корейский крема для рук. Вот так выглядит. Они были с разными ароматами. По-моему, пять видов их было. То есть коробочки были разных цветов с разным ароматом. Одну коробочку я взяла в четверг, попробовала. Мне понравилось дома. И уже в пятницу утром я была в магазине, где их было очень много. Но вы знаете, в четверг их утром было очень много. Вот на фото у меня видно, наверное, на одном из фото. Но в пятницу уже вот стояла одна коробочка. То есть девочки мне сказали, что их все хорошо расхватали. Давайте покажу информацию. Я не знаю, сколько они изначально. Мне кажется, рублей 300 стоили. Такая информация. Вот вы видите здесь. Здесь у меня этот как бы с вишней, а этот с розой. Ну, как я уже сказала, были разные. Давайте я покажу, как внутри выглядит. Вы видите цену. Ну, кстати, вот из четырех магазинов, где я была, в трех магазинах их было много. А в одном из магазинов их вообще не было. Здесь такой оригинальный дизайн. Насколько я знаю, это знак победы вроде как у корейцев. Ну, могу ошибаться. Вот вы видите, это крем-масло для рук. Корейские крема хорошие. Мне нравятся для рук, да и для лица мне нравятся. Поэтому я набирать я, конечно, не стала, знаете, все ароматы, все виды. Потому что, ну, все равно, если много брать, это не бюджетно уже получается. Ну, вот. Ну, я так понимаю, что их в основном в четверг уже везде разобрали. Вот вы видите, сделано в Корее. Такая информация. Давайте я их здесь оставлю. Что-то более громоздкое я убираю, а что-то нет. Взяла за 33 рубля жидкое мыло я самая. Оно шло по желтому ценнику. То есть, значит, изначально, скорее всего, 66 рублей стоило. И я так поняла, что такое еще было с ромашкой. Но когда я была в магазине, вот стоял один только пузыречек. И вот только у нас это идет жидкое мыло, экстракт эвкалипта. Я, если честно, в четверг на это мыло вообще не обратила внимания. Но вечером смотрела видео разные. И вот у одной из девушек видео увидела это мыло. И она говорила, что вот взяла по хорошей цене. И когда я уже в пятницу зашла в магазин, и я обратила просто внимание, и вот стоял там один такой флакончик, который я забрала. 33 рубля для жидкого мыла. Очень хорошая цена. Тем более с антибактериальным эффектом. У нас жидкое мыло быстро идет. Как вы видите, объем 240 миллилитров. Я буду пробовать, конечно. В любом случае мыло у нас расходуется. И всегда нужно. Мне кажется, вот от этой марки я только ватные диски пробовала. То, если не путаю. Следующее, что я вам хочу показать. Взяла по желтым ценникам. Это дезодоранты. Первый дезодорант отдав. По желтому ценнику он шел за 63 рубля. То есть изначально в два раза дороже стоимость. Дезодоранты всегда нужны. Я их не всегда показываю в пустых баночках. Но, конечно, я всегда пользуюсь. И они периодически расходуются. И второй, по-моему, стоил 77 рублей. Тоже по желтому ценнику. От Нивея с эффектом пудры. И тоже решила взять. Потому что в любом случае будет нужен. Следующее еще, что по желтому ценнику я взяла. Это попробовать. Это крем для рук антивозрастной уход. Стоил 83 рубля. Я так поняла, сейчас по желтому ценнику идут такие крема двух видов. Еще в таком синем флаконе. Меня на самом деле упаковка в первую очередь привлекла. Я давно уже на них смотрю. Но не по желтой цене, на мой взгляд. Ну, не совсем бюджетно они стоят. Поэтому, конечно, я не приобретаю. Вроде не первые необходимые. Стараюсь брать более бюджетные по бюджетной цене. И тут, увидев по желтому ценнику, решила, возьму антивозрастной уход. Здесь 100 миллилитров. И потом буду с удовольствием пробовать. Так, у меня, я смотрю, садится аккумулятор. Ну, я надеюсь, что все-таки удастся снять. Или если видео прервется, значит, будет две части. И я заранее извиняюсь, если я не успею попрощаться. Следующее, что я решила взять. Дело в том, что сейчас идет акция. Если вы приобретаете от Невеи два средства. Единственное, туда мыло не входит. Кусковое, по-моему. И эти средства не по желтым ценникам. То вам в подарок идет мусс для душа. Я взяла крем от Невеи. Он сейчас идет со скидкой именно для владельцев карты подружка. То есть, так он, по-моему, стоит 167. Я взяла за 127. Что меня здесь привлекло? Меня привлекла информация о красивой коже. 24 часа увлажнения и мотирования для жирной комбинированной кожи. У меня кожа проблемная, поэтому периодически я что-то пробую, конечно же. Здесь у нас 50 миллилитров. То есть, не такой большой объем, как раз для того, чтобы попробовать. Цена тоже мне показалась нормальной. Мне понравились обещания, которые заявляет производитель. И я решила, возьму, попробую. Тем более, легкий дневной крем подойдет, значит, и как бы, и, как я понимаю, под тональный крем. И решила, возьму его. Давайте покажу сам тюбик. Такой небольшой тюбик. Сейчас, конечно, я использую корейский крем, то есть, наношу с утра, и он мне нравится. Но он у меня уже заканчивается, и потом, возможно, я, как бы, какой-то небольшой перерыв возьму. Может, попробую этот крем, а потом у меня еще один лежит корейский крем. Буду уже тот пробовать. Вот такая информация. И второе, что я взяла для того, чтобы поучаствовать в этой акции, это был бальзам «Жемчужное сияние». Я его или себе оставлю, или на подарок. У меня есть подобный бальзам. Давайте я вам покажу. Он мне сначала не очень нравился. Был как-то, знаете, такой жесткий как. Ну, потом он раскрасился, и сейчас я им с удовольствием пользуюсь. У него приятный аромат и оттенок, который мне подходит. Вот, посмотрите, какой оттенок. На губах смотрится красиво. Я даже спокойно, вот, ну, вместо помады могу использовать такой бальзам. И здесь мне понравился дизайн. Посмотрите, как красиво оформлена упаковка. Мне кажется, даже на подарок очень будет красиво. Тем более, впереди Новый год, когда, ну, какие-то готовишь подарочки, сувенирчики. Посмотрите, какая красота. Очень понравилось оформление. Вы видите стоимость. Но мне на 20% дешевле обошелся, потому что я с утра была. И по моей карте у меня скидка 15%, плюс 5% утренняя скидка. Вот такая красота. И вот за эти два средства в подарок на кассе, уже когда я оплатила, я получила от Невеи вот такой шелковый мусс для душа, персиковое суфле. Я никогда подобные муссы не пробовала, хотя видела их. По-моему, они стоят 167 рублей, если я не ошибаюсь. Ну, знаете, тоже как-то была не первая необходимость. Смотрела я на них периодически. По-моему, они на стендах ванильные, еще какой-то стоит. А тут решила, что если есть возможность получить в подарок, то это, ну, скажем так, хороший шанс попробовать как раз и потом не покупать. Ну, или если очень понравится, наоборот, покупать. Экстракт шелка, все же, 200 миллилитров. Ну, на мой взгляд, хорошая акция. И потом обязательно в пустых баночках уже расскажу свое мнение. Так, сейчас постараюсь побыстрее немножко говорить, потому что садится у меня аккумулятор. За 87 рублей взяла шампунь от L'Oreal Elsev, фибрология. Вы знаете, я его взяла на стенде. На него, по-моему, была цена 177 рублей. Но я с утра посмотрела многие марки, вот, ну, заходила в каждый бренд, смотрела, где цена поменялась. И видела, что на этот шампунь будет, ну, не скидка, а вот уйдет он в скидочные корзины. Поэтому я прям со стенда взяла за полную стоимость. На кассе попросила посмотреть, точно ли он идет по более низкой цене. И когда мне сказали, что да, действительно, он по низкой цене идет, естественно, я оплатила и взяла. Для волос, лишенных густоты. И вот такая информация. Мне подобные шампуни нравятся, подходят. Шампуни всегда нужны. У меня, ну, один шампунь в месяц обычно точно уходит. И поэтому, когда я вижу по хорошей цене те шампуни, которые мне нравятся, по информации, которую заявляет производитель, которые мне должны подойти, конечно, я беру. И потому что еще всегда интересно что-то новенькое попробовать. У меня волосы, я уже говорила, если привыкают к какому-то одному шампуню, то, ну, уже перестает быть эффект, который мне нравится. Поэтому я шампуни стараюсь менять. Даже у меня сразу в использовании 2-3 шампуня, чтобы волосы, ну, как бы не привыкали к одному шампуню. По желтому ценнику от Эвелин в том месяце еще, ну, в конце октября взяла тоник. Стоил он 119 рублей. Это, по-моему, была скидка для владельцев карты подружка. Так, по-моему, такие или 167, или как это вот стоит. Тоже я на него смотрела-смотрела. У меня тоники быстро идут, кожа у меня проблемная. И поэтому вот по информации мне очень показалось, что мне этот тоник подойдет. Вот вы видите информацию. Антибактериальный, глубоко очищающий. Единственное, там было несколько средств. Вы видите, там, по-моему, шаг 1, 2, 3, 4. Ну, мне именно тоник был нужен. Салициловая кислота и Д-пантанол. Давайте покажу сзади информацию. И я решила, пока такая есть скидка, я возьму. Я скоро буду, ну, я надеюсь, что на днях ближайших снимать свои пустые баночки. И у меня много средств закончилось. Поэтому подобные средства всегда мне нужны. Следующее, что я вам покажу, это два шампуня от Горнье Фрукти. Сбрала их в конце октября. Дело в том, что вы знаете, что у меня было несколько скретч-карт, которые давали скидку 30%. Мне их надо было потратить. Выгоднее было взять... На Горнье была акция 3 по цене 2. Ну, вы знаете, я так... Ну, как, вернее, нет. В итоге мне даже... Я сначала подумала, выгоднее будет взять 3 по цене 2. Но 3 средства мне было не надо. И вы знаете, в итоге оказалось, что мне эти шампуни вышли еще дешевле. Я сейчас объясню, почему. У меня была скретч-карта на скидку в 30%. А я была с утра. Я не знала, на самом деле, что утренняя скидка плюсуется со скидкой по скретч-карте. И потом я уже посмотрела в чеке. Сейчас я найду чек. И вышло, что они мне обошлись со скидкой 35%. 30% по скретч-карте, 5% утренняя скидка. Так, сейчас я попробую их найти. Сколько они стоили, во сколько они мне обошлись. Тони, кстати, изначально 169 стоила я за 119 взяла. Это я вот в чеке смотрю. А вот шампуни каждый стоил 137 рублей. Со скидкой 35% 89 рублей мне каждый обошелся. Я тоже на них давно смотрю. Меня заинтересовала информация, которую обещает производитель. Первый у нас кокосовый баланс. Волосы жирные, у корней сухие на кончиках. У меня у корней быстрее намного волосы жирнятся. Особенно сейчас, когда я в шапке хожу. И видите, здесь свежесть у корней и увлажнение по всей длине. Мне показалось, что вот как раз должен подойти укрепляющий этот шампунь. И второй тоже укрепляющий, но уже огуречная свежесть. И тут волосы, склонные к жирности, позволяют реже мыть голову. Ну, я, конечно, на самом деле не очень во все эти обещания верю. Но шампуни, как я уже сказала, постоянно как бы нужны. Такие я еще не пробовала. К ним еще можно было бальзамы из этой же серии купить. Ну, как-то бальзамы у меня есть. Бальзамы я не всегда использую. Меня именно шампунь интересовали. Так, смотрю, ничего ли я не забыла. Сейчас мы, наверное, перейдем с вами к более интересному. Так, вроде ничего не забыла показать. Бывает, сниму видео, а потом понимаю, что забыла показать. Давайте быстренько покажу. Представляете, просто я решила посмотреть марку Vivienne Sabo. Я на сайте подружки периодически смотрю декоративную косметику. То есть захожу в каждый бренд, который у них есть. И смотрю, что новенького, какая цена. И тут просто зашла Vivienne Sabo посмотреть. Ну, что-то новенькое появилось. И представляете, когда я зашла? В четверг утром я зашла. И, представляете, увидела вот на эту палетку, что цена 69 рублей. В трех магазинах, где я была, этой палетки не было. Ну, не видела я хотя по остаткам вроде как была. Я сейчас извиняюсь, что я шум... Вот, я вам сводчи просто буду из той, которую у меня есть делать. И вот в одном из магазинов стояла эта палетка на стенде за полную стоимость. Видимо, девочки еще не успели увидеть, что они уходят в корзины. И не успели переложить в корзину. Поэтому, я думаю, она мне досталась. В магазине я была после 12. И я думаю, если бы такая палетка лежала вот именно в корзине, то, конечно, бы ее, скорее всего, уже взяли. Ну, давайте я вам покажу на примере своей. Не знаю, почему их решила подружка вывести. Потому что если цена 69 рублей, значит, они уходят у них из ассортимента. Причем на остальные подобные палетки, ну, вот где, например, двое румян, стоимость не поменялась. И давайте я сейчас посмотрю. Ну, мне кажется, нет в чейке изначальной стоимости. Но если кто-то помнит, когда я вот эту палетку со скидкой тоже 30% приобретала, я говорила, сколько она стоит. Давайте я на примере своей сделаю сводч. Конечно, у меня есть такая, ну, за 69 рублей взять декоративную косметику, которой я пользуюсь. Конечно, я, ну, не прошла мимо, взяла. Вот такие здесь оттеночки. Вы знаете, деликатный хайлайтер. Румяна деликатные, я их наслаивала, потому что почему-то они, ну, особо на моей коже, когда немного наношу, не видны. И здесь объем 5 грамм, то есть 2,5 грамма на каждое средство. И будет это лежать в запасе. Я уверена, что все я в итоге использую. И тем более здесь, вот видите, срок годности до января 2021 года. Вот сюда положу. Следующее, что я вам покажу, это лаки для ногтей. Вы помните, я брала уже из этой серии. Это предыдущие лимитки от Катрис. И думала, больше не буду брать. Ну, тут у Гали видео увидела такие лаки. Она показывала все оттенки. Я поняла, что я хочу еще вот два таких оттенка. Первый у нас идет в номере C09. У Гали канал Косми Блок. И она там вот покупала подобные лаки. И как раз все оттеночки показывала. Я сейчас просто не буду открывать, показывать. Вот такой лак. Но мне у Гали очень понравился. И второй тоже. Второй у меня сейчас на ногтях. Ну, я прошу на сами ногти не обращать внимания. Дело в том, что я вчера нанесла этот лак. Но после этого я уже два или три раза мыла посуду. И вот видите, у меня ногти... Вернее, лак на ногтях не держится. Вот видите, уже здесь... Вот он. Ну, не облупился, а как вот постепенно сходит. То есть у меня вот так все лаки на любой базе, с любым закрепителем. Стоит помыть посуду. И вот так лак начинает, ну, скажем так, облизать. Ну, я вам показываю сейчас именно оттенок. Конечно, надо было перекрасить ногти. Ну, у меня был вариант, либо я сижу перекрашиваю ногти, либо пока еще младшая соглашается со всеми посидеть и еще неплохое освещение, либо я снимаю видео. Поэтому я извиняюсь, конечно, за такой маникюр. И вот видите, такой интересный оттенок. Он как-то из золотого в розовый переливает, такой перелив. Я сразу на такой лак обратила внимание еще, когда я те свои лаки брала, которые я вам показывала. Я вам говорила, что у него была испачкана лаком упаковка. Такое ощущение, что его открывали, как бы немножко вылили и обратно закрыли. Поэтому я его тогда не взяла и подумала, ну, ладно, не буду нигде искать. А когда у Гали увидела видео, поняла, что это как раз оттенок, который мне нравится и хочется иметь в своей коллекции. 69 рублей. И вы знаете, такие лаки до сих пор вижу в корзинах. Поэтому, кому нужны подобные, у кого есть подружка, просто обращайте внимание, они в корзинах лежат. Дальше, что я вам покажу. Если вы помните, у меня, как еще раз повторюсь, были скретч-карты на скидку в 30% на разные марки. И уже прям 30-31 октября я подумала, ну, надо посмотреть все-таки, может использовать их. И давайте покажу, что я... У меня было 30% на Maybelline. Я, вы не поверите, я весь тент просмотрела. Что-то мне даже со скидкой дорого показалось. Что-то, ну, не нужно мне, не пользуюсь я таким. И в итоге я думала-думала, и, вы знаете, взяла то, чем я точно пользуюсь, что при моей коже мне всегда нужно. Это консилеры. Я такие, правда, не пробовала, но я слышала на них хорошие отзывы. Вот взяла два одинаковых. У меня в номере... Так, какой? Ну, в номере 05. Это самый светлый, если верить тестерам. Я сейчас не буду открывать, но когда начну пользоваться, обязательно покажу в косметичке. У меня просто сейчас... Я так посмотрела на свет от Estee Lauder, но там уже чуть-чуть осталось, возможно, за этот месяц использую. И плюс я сейчас начала от Max Factor использовать, поэтому пока эти не буду открывать. Ну, давайте скажу в итоге. Изначально стоили они 249 рублей. У меня скретч-карта была на 30%, плюс утренняя скидка 5%, итого 35%. И каждый мне обошелся в 161 рубль. Ну, у меня консилеры, вы знаете, быстро как-то идут. И поэтому вот взяла. И тем более вот Fit Me. У меня и тональный крем есть из этой серии, и пудра. Поэтому больше ничего от Maybelline не брала. Все-таки решила, что не буду набирать только из-за того, что есть скидка. Также у меня была скидка 30% на L'Oreal. Тоже я долго стояла, смотрела. Все из всего, что вот мне понравилось. Мне понравились жидкие помады для губ с ароматом шоколада. Ну, вы знаете, они стоили 639 рублей. Как-то я считаю, для помады, особенно при моем количестве, это совсем не бюджетно. Даже со скидкой в 35%. Поэтому, конечно, я их брать не стала. Но, вы знаете, я взяла тональный крем. Он изначально стоил 663 рубля. Со скидкой 35% мне обошелся в 430. У меня тональный крем быстро расходуется. Ну, где-то, наверное, за месяц-полтора у меня уходит тональный крем. Я вам уже говорила, что я, бывает, за день два раза делаю макияж. И я всегда использую тональный крем. Ну, потому что, скажем так, нужно мне это. И так как этот крем, ну, не прям бюджетный, так бы я не факт, что его взяла. Потому что, ну, я слышала хорошее мнение о нем. Но сама не всегда беру что-то более дорогое пробовать. Потому что не все может подойти. И тут я решила, что раз есть скидка, возьму. Пока, конечно, положу. Мне понравилась здесь информация, которую обещает производитель. Особенно, что не оставляет следов на одежде. Ну, и вся информация, которую вы видите сзади, меня заинтересовала. Пока поставлю. Кремов у меня много. Но я постоянно в поиске какого-то идеального для себя крема. Крема у меня идут быстро. И я взяла. И, конечно, также я взяла крем от Max Factor. Тоже у меня была скретч-карта на 30%. Тоже я весь стенд пересмотрела. Все там. Ну, вот остановилась лишь на одном креме. Изначально он стоил... Сейчас я вам скажу, сколько. А, он у меня в другом чеке, потому что те я брала 30-го числа, а этот я брала, получается, 31-го. Стоил он 599 рублей. Мне обошелся в 389. Он с SPF 20. И я решила, что возьму. Давайте покажу. Ну, тут, наверное, информация особо не видна. Ну, вы знаете, я посмотрела именно в таком оттенке. Вот на тот момент, когда я смотрела. Он был только в одном магазине из тех, где я бываю. Как-то вообще их, ну, как бы было мало. Я решила, возьму. И, кстати, где я его брала, их всего два стояло. И также в те дни, в конце октября, была скидка 35% на марку Wet n Wild. Я тоже там, знаете, и тени все просмотрела, и помады. Были помады, которые мне понравились по оттенку. Ну, тени меня, если честно, не очень впечатлили. Как-то вот старая коллекция мне больше нравится. В итоге я думала-думала, там решила, что помады нет, не буду брать. У меня их сейчас много, и лучше я вот буду пользоваться теми, что есть. Ну, вот про этот тональный крем я слышала тоже много разнообразных отзывов, мнений. И от Wet n Wild я тональный не пробовала. Он там был в единственном экземпляре, в этом оттенке, в самом светлом. И я его взяла. Я вам сейчас скажу, сколько он стоил. Конечно, он уже бюджетней шел, чем L'Oreal и Max Factor. Стоил он 449, со скидкой в 35% 291 обошелся. Потом обязательно вам про них расскажу свое мнение. Тоже мне понравилась информация, которую заявляет производитель. Вот. В любом случае, это новые для меня тональные крема. Я буду пробовать. Также я взяла от Vivienne Sabor еще одну помаду в номере 801. Мне очень понравилась помада именно в этом номере из этой новой серии. Кстати, на стендах появилась эта коллекция. Сейчас я достану, покажу. Для тех, кто, может, не видел, может, не смотрит косметички, покажу. Оттенок. Вот так она выглядит. Очень она мне. Единственное, у нее сильная отдушка. Я уже говорила, что после нанесения первый час я где-то ее чувствую. Она не противная. Она чем-то советские помады напоминает. Очень мне понравилось, как она на губах лежит. Поэтому я решила возьму, потому что со скидкой она прям, ну, очень бюджетно вышла. Сейчас я в чеке, если ее найду. Так, стоит она 175. Мне со скидкой в 35% 113. Обошлась, согласитесь, для помады на сегодняшний день. Это очень хорошая цена. И что я вам хочу еще показать. Дело в том, что 31 числа, когда я приехала в магазин, у них висела вот прям на магазине такая, ну, как рекламный плакат, что в честь Хэллоуина, Хэллоуина, не знаю, как правильно, скидка на всю декоративку 20%. Ну, мне девушка сказала, что якобы эта скидка не сочетается с утренней скидкой. И поэтому я, решив, мне очень понравилась палетка от Катрис, вот эта самосборная у Ланы Светланы, у Светочки, привет тебе, Светуль. И вот тоже я решила обратить внимание на эти тени. Взяла я вот такую однушку, хотя мне они кажутся совсем даже небюджетными. Ну, при том, за какую стоимость обычно я все стараюсь брать. Стоит такая однушка 215 рублей. И вы знаете, когда я ее уже оплатила и уже даже приехала домой, я посмотрела в чек, но я подумала, что не буду набирать. Я хотела еще палетку вот куда вставлять такие однушки взять. Ну, думаю, раз скидка 20%, у меня она и так 20% до 12, не буду брать палетку. И, представляете, приезжаю домой и смотрю в чеке, что в итоге утренняя скидка все-таки приплюсовалась. И со скидкой 25% обошлись эти тени и вышли в 161 рубль. Я так даже, знаете, еще подумала, вот, если бы знала, то надо было тогда и саму палетку брать. Ну, думаю, ладно, нет так нет. Давайте вот я сейчас отклею. Я еще ничего не открывала. Есть тестеры, кто, может, не знает вот на эти однушки, но они, знаете, где там, как вот за такую ручку металлическую выдвигается поддон. И там все вот тестеры этих теней. И, на самом деле, мне два оттенка в тот день понравились. Просто второго оттенка не было в наличии. И я думаю, ну, возьму потом в другом магазине. В номере 090. Посмотрите, какая красота. Давайте я сделаю сводч. Так, у меня телефон уже вовсю говорит, что садится. Посмотрите, какая красота просто. Я вот сделала, ну, вот, протестировала. Я просто влюбилась в этот оттенок и просто не смогла без него уйти. Вот такая красота. И вот, когда я 1 числа пришла в магазин, я подумала, что вот тот оттенок, которого не было в наличии, я посмотрю, есть ли вот в этом магазине. Оттенок там был. И, представляете, вот так прям получилось, что сейчас на Катрис идет акция. Давайте я вам даже быстренько покажу в журнале эту акцию. Что если вы приобретаете продукцию Катрис на сумму 599 рублей, то вам в подарок идет вот такая палетка или вот такие румяна. Ну, такие румяна у меня есть, такой палетки не было. И тут я, увидев, что этот оттенок, который мне так понравился, есть в этом магазине, я решила, почему бы мне не поучаствовать в акции. Это я достаю карандаш, забыла достать. И давайте покажу, что я взяла в итоге. Салфетки я, конечно, не приготовила. Во-первых, я взяла оттенок, который мне еще приглянулся в 31 числа. Вот такой в номере он идет. 110. Я уже сказала, что стоит 215. Мне вот все остальное, что я вам сейчас покажу, со скидкой в 20% досталось. То есть, по-моему, за 182, если я не путаю. Давайте тоже сделаем такой. Такой оттеночек. Дальше взяла еще, конечно же, куда я без фиолетового. Давайте тут эту штучку попробую отлепить. Девочки, эта штучка прям с бумажкой отлепляется. Видите, боюсь тут все порвать. Поэтому оттеночек, наверное, не подскажу. Я не знаю, есть он здесь или нет. Я так мелко просто не вижу. Если я потом смогу аккуратно отлепить, я вам скажу оттенок. Но фиолетовый, насколько я вот по тестерам и так увидела, только один. Поэтому, ну, не ошибетесь. Там еще синий есть. Вот такой фиолетовый один. Вот такой оттеночек. И больше оттенки, ну, те, которые мне понравились, там не было. Поэтому в итоге, чтобы я... Ну, конечно же, я, во-первых, саму палетку взяла. Она тоже 215 стоит. Тоже со скидкой в 20% мне пришла. Давайте покажу такая информация. В случае мне... Знаете, как-то почему-то раньше не обращала внимания. Думаю, есть оттенок самонаборная палетка. И есть. А тут у Светы увидела. И, ну, вот знаете, тоже захотелось мне. Вот такая палетка. То есть вот сюда вы вставляете тень. Давайте попробуем быстренько одни. Почему быстренько? Я просто боюсь, что сейчас у меня телефон отключится. Вот. Я так поняла, сзади вот так вы нажимаете. Достаете. Вот. Что хорошо, что здесь номер все сзади остается. Я сейчас все не буду перекладывать. Мы с вами просто один переложим. Здесь вот вы видите зеркало вот такое хорошее. Вот так крышка полностью откидывается. И вот так, я так понимаю, вы вставляете, нажимаете. И вот у вас все прекрасно лежит. И вот потом я остальные сюда вставлю. Единственное, что пока у меня будет только три рефила вставлено. Но я решила, знаете, не брать, просто вот лишь бы взять, чтобы вот вся палетка была заполнена. Она на четыре рефила идет. А когда увижу тот оттенок, который мне действительно нужен и нравится, тогда приобрету четвертую в однушку. И так как мне нужно было добрать до суммы, я взяла карандаш. Вы помните, у меня были вот подобные карандаши для бровей от Catrice. Но они у меня оба, у меня изначально три было разных. Они у меня все закончились. И поэтому я решила, у меня сейчас вообще многие карандаши для бровей, такие уже небольшие, скоро закончатся. Всегда мне нужны, и я взяла. Единственное, я не было тестеров, ну, ориентировалась как бы на цвет карандаша. Там были в 0,45 в основном номере. И вот я один в 0,20 нашла. Те, которые у меня были, которые закончились, они, по-моему, в 0,30 и в 0,40 номере были. Вот так выглядит. Ну, я вот так посмотрела, мне показалось, что по цвету это мой цвет. Конечно, ничего не тестила. Дома я вот уже вот так потестила. Извиняюсь. Вот, видите, мой оттенок. Такой карандаш, если я ничего не путаю, стоит 193 рубля. Сейчас, если я в чеке увижу быстренько, я вам скажу. И мне, естественно, он со скидкой обошелся... Так, где он у меня? Со скидкой обошелся в 20%. Так, сейчас не вижу. У меня тут просто много чеков лежит. Нет, наверное, я тот чек не приготовила. Ну, на 20% дешевле обошелся. И этот подарок, ну, меня... Это я когда первого числа я брала, то есть когда еще точно были подарки. Подарок румяный я не стала брать. Я уже, как сказала, у меня есть такие. Взяла вот такую палетку. Такой палетки у меня нет и не было. Мне по оттенкам она вот так визуально понравилась. Вот такая информация. Конечно, я решила, что однушки я бы с палеткой так и так купила бы. Карандаши для бровей тоже я периодически покупаю. Мне они нужны. И получить палетку в подарок, конечно, приятно. Давайте я попробую сделать сводч. Я просто не приготовила, к сожалению, ни салфетки, ничего. Поэтому будем свободными, чистыми пальцами пытаться сделать сводч. Вы просто видите, здесь еще эти. Так. В принципе, это вот все мои покупочки были. Давайте еще. Ну, два оттенка. Это светлые, которые у меня вообще быстрее всего обычно уходят. Очень такие по текстуре, ну, нежные по ощущению. Вот такие цвета. То есть ходовые такие оттенки для меня. И пока телефон не вырубился, к счастью, давайте, кому это интересно, меня как-то просили показывать, я покажу немножко, какие акции в журнале. Вот такой журнал. Кому не интересно, можно уже попрощаться, потому что покупки это все были. Вот такой журнал. Давайте быстренько покажу, если не вырубил. Во-первых, сейчас от Maybelline идет акция. Вы видите, если вы берете на сумму 629 рублей товар от Maybelline, то вам идет или вот такая палетка с помадами, или вот такие наушники. Наушники я не видела, а палетку с помадами мне показывали. И есть шанс как-то по чеку раз в день выигрывая, ну, разыгрывается вот такой бьюти-бокс с запасом косметики. Давайте покажу информацию, кому интересно. Можно нажать на паузу и прочитать. Ну, мы с вами еще вот дальше посмотрим. Ну, здесь информация, видимо, что входит в этот бьюти-бокс и какие подарки. Так, давайте здесь. Давайте покажу вот так выгодная цена. Вот я вот так немножко... Ой, сейчас, девочки, спешишь когда? Вот так немножечко покажу. Кому интересно, нажимайте на паузу. Ну, в принципе, вся эта информация есть на сайте. В разделе или выгодные цены. И в разделе акций есть информация про все акции. Поэтому вы просто можете туда зайти и посмотреть. Ну, или вот сейчас в журнале. Я очень надеюсь, что вам видно. Такая информация. Я, если меня какая-то марка интересует, прям захожу на сайте в раздел бренды, выбираю интересующую меня марку. И как бы весь ее ассортимент, который там представлен, смотрю. И там видно, что со скидками, что как идет. Девочки, вот сами акции. Подарок за покупку. Вот от Катрис, которую я вам уже рассказывала. Акция идет. Так, от Physician Formula. Тушь в подарок при покупке продукции на сумму 1199 рублей. Вот такая красивая кружка-кошка в подарок. Но здесь надо при покупке продукции, вы видите, какие марки. Две марки участвуют на 999 рублей взять. Дальше идет бальзам для губ в подарок. Термос в подарок. И вы знаете, я не знаю точно, но в комментариях где-то я читала, что это бутылка, а не термос. Не знаю, поэтому такая. Здесь, я так понимаю, идет плед в виде вот хвоста русалки. Плед. Такая в этом wild. Зеркало в подарок идет. Вот эта марка. Вот мусс для душа в подарок. Это акция, в которой я поучаствовала, вы видите, при покупке двух продуктов Невея. Ну, марки Иссадора в тех магазинах, где я бываю, нет. Поэтому тут я даже особо не смотрела. И от Натура Сибирика. Вот такая информация. Ну, и здесь уже идут. А, вот еще 50% скидка на второй продукт. Выгодная пара. Тоже, девочки, надеюсь, видно. Можно нажать на паузу, прочитать. Ну, или на сайт зайти. Так, два по цене трех информации. Я постараюсь вот так держать. Ну, и здесь 15 числа скидка на все 15% плюс 5 утренние. И здесь вот журнал идет. Статьи разные. Так быстро покажу. Ну, так, знаете, можно полистать. Я иногда листаю, пока вот еду на автобусе, если я сижу, например, до другого магазина. Смотрите. От Эссенс, значит, следующие скорее... Это, видимо, следующая лимитированная коллекция. Смотрите, какая красивая. Видимо, скоро та, которая сейчас на стендах стоит, уйдет. Даже, может, в этот четверг. Я не знаю, или в этот, или в следующий. Что-то я в этот раз не считала. И, значит, вот такая будет следующая. Это, я так понимаю, сюда палетка теней входит, палетка румян. Может, ну, это румяна, по-моему. Наклеечки. Ну, вот какое-то средство для ногтей. Кисть. И не вижу эту тушь, наверное, у нас. Вот, видите, такая красота. Значит, скоро будет стоять в лимитках. Давайте я вот так просто полистаю. Интересно иногда просто даже посмотреть по фотографии, что новенькое, что предлагают. Ну, обычно эти журналы есть в начале месяца, даже бывает в середине месяца, а к концу месяца их уже нет. Вот у Art Deco тоже, по-моему, новая коллекция. Там еще румян такие красивые, я видела. С тремя оттеночками. Я быстро полистаю, просто покажу, что в журнале есть. Так, конечно, я не буду прям медленно. Сама я еще журнал особо не читала, не просматривала. Пока еще у меня, скажем так, руки не дошли до журнала. Немножко пока в автобусе ехал, посмотрела акции. Все, что и в начале, как бы, журнала. Вот такой журнал. Тут что у нас со скидкой. Открытие новых магазинов «Подружка». Смотрите, в Рязани магазин открывается 10 ноября. И в Москве. Вы знаете, я уже говорила, что вот именно как мне кажется, что чем больше магазинов открывается, тем в каждом из магазинов все меньше и беднее ассортимент как-то. Ну, может, это просто мне так кажется. Ну, есть вот два дисконта магазина, где всегда скидка 20%. Но я так понимаю, там многие акции не действуют. И это все, что я вам хотела показать, рассказать. Всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии. И до новых встреч, до новых видео.